Многие из вас смотрели, наверное, видео, на котором экс-сенатор от Дагестана в Государственную Думу Магомед Гаджиев высказывается и высказывание в ответное по этому адресу Сергея Меликова, главы Дагестана, а также ответное письмо экс-сенатора в адрес Меликова. И вот хотелось бы высказать несколько слов по данной ситуации. В связи с этим видео Магомед Гаджиев был отнесен к иноагентам, то есть со всеми вытыкающими отсюда обстоятельствами. А то, что и отношение у них будет возбуждено уголовное дело, они будут причислены к преступникам военным, имущество их не будет конфисковано. Ну, что хочется сказать. В любой ситуации, что бы ни произошло в своей жизни, нельзя против своего народа и против своего государства идти. Даже если вам пришлось уехать, будучи несогласными с властями государства, нужно быть достойными того, чтобы не придавать интересы своего государству. Власть государства может быть разная, а вот государство, оно наше. И вот этой связи также высказывать с тем, чтобы укоренить, улучшить свое положение на Западе, о том, что наш народ тоже так же десятилетиями воевал с Российской империей. До этого мы видели, как отправляли гуманитарную помощь от экс-сенатора на территорию Донецкой и Луганской народных республик, то есть оказывая поддержку им. Теперь экс-сенатор высказывается о том, что поддерживает Украину в этом вопросе. Ну, по порядку. Не пришлось бы нашему народу десятилетиями воевать, если бы последовали бы они за своими мудрыми правителями, а именно за правителями Аварского ханства, которые также много лет провели в войне с Российской империей, заметьте, не с Российской Федерацией, но также осознав бесперспективность войны, заключили с Российской империей мирный договор. Но произошло то, что впоследствии произошло. Наш народ потерял 85% от своего населения в этой войне, и мы оказались отброшенными далеко в своем историческом развитии. Только из-за того, что сделали неверный выбор. И в данной ситуации тоже нам нужно сделать правильный выбор. А правильный выбор – это в том, что мы должны оставаться патриотами Российской Федерации. Естественно, патриотами и своей республики, и своих народов, соответственно. Именно в Российской Федерации многие наши олигархи нажили себе состояние, нажили капитал, который они и перевели на Запад. Но дадут ли западные государства им вот так же, словно на дрожжах, нажить себе состояние и жить там? Получается так, что наживая здесь состояние, они отсюда бегут, и их нисколько не заботит собственный народ и собственное государство. Да, некоторые могут высказаться, является ли Российское государство для нас собственным. Не зная для кого как, каждый народ должен разбирать свои исторические вехи. Я разбираю исторические вехи через призму аварского народа и через призму той истории, к которой мы сопричастны, а именно Россия в данный момент, так же, как является наследником Советского Союза, Российской империи, так же она является правонаследной через призму нашего народа, великими государствами, а именно Хомской империей, Аварского Каханата, Великой Скифской империи. И территориально и ментально мы с Россией, и исходить надо из этого обстоятельства. Нельзя придавать интересы своего государства. Если допустить, что теоретически, что мы не в составе Российской Федерации, мы маленькие народы, нам нужно кому-нибудь по-любому прибиться. Вы прекрасно видите, даже такие крупные государства, как Ирак, Ливия, Сирия и так далее, становятся местом поле испытаний оружия более крупных государств. Одно то обстоятельство, что, находясь в составе Российской Федерации, мы находимся под защитой российского ядерного зонтика, это уже огромный плюс для нашего народа. А остальные проблемы, которые имеются у нас, как и у всех народов, они решаемы, мы можем их решить. Еще один вопрос, который вытекает, это то, что наши олигархы вкладывают свои деньги не в тех людей. Нужно вкладываться в национал патриотов своего народа. И опираться нужно на собственный народ. И вкладываться в финансовую экономику собственного региона и своего народа. Наш народ вынужден собирать деньги, чтобы строить дороги для определенных сел, чтобы народ наш мог там сохранить свое место пребывания, сохранить свою идентичность. А наши миллиардеры чем заняты? Уводом денег и капиталов за рубеж. Вкладываться надо в собственный ресурс, ресурс собственного народа, ресурс собственной республики. Вот этот капитал вам 100 рецепт в будущем отдаст. Поэтому призываю национал-патриотов акцентировать свое внимание на этом, чтобы не поддерживали тех, кто не вкладывается в собственный народ. Потенциал собственного народа. А людей состоятельных также призываю именно в этом направлении работать. У нас много заводов и фабрик было в прошлом, которые обанкротились. Нужно создавать, воссоздавать их, создавать рабочие места, чтобы не было оттока народа. другие регионы. Огромное поле деятельности. А вы выводите финансы за рубеж. Эти финансы должны оставаться здесь, на родине, и приносить пользу своему собственному народу и своему собственному государству. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...